всем привет добро пожаловать на мой канал сегодня новый лайф влог кому интересно оставайтесь со мной приятного вам просмотра сегодня 29 июля пятница влог выйдет попозже через несколько дней уже получается наверное в августе ну потихоньку снимаю все равно надо как-то отвлекаться поэтому вот погода как видите у нас и не совсем пасмурные не совсем солнечно это хорошо сегодня мне там подружку попросилась не съездить поэтому наверное попозже поедем там в риотов сейчас вот я встала буду готовить завтрак плюс то что я покупала овощи нужно все натереть приготовить завтра любимый приедет короче поснимаю немножко потому что полы надо помыть я обычно мою полы постоянно но вот за эти дни мне вообще не было ни желания ни сил ничего делать поэтому вот как то так буду убираться сегодня я села завтракать на завтрак у меня кофе арбуз и каша как всегда овсяная честно говоря несколько дней я не ела кашу не гречку не овсянку ну как в любом случае на недостатке калорий насильно вот но обходилась вкусняшками мне это как-то помогало вот тут зеленый лук потом сосиска на четвертинка соевый соус немного сыра решила сегодня позавтракать на балконе ну в общем как то так сейчас посмотрю кстати по моему нужно снова цветы поливать и мне кажется нет на над полить чуть-чуть начинает вянуть значит надо полить ладно вот и будущее смотреть там ирину лайф мне очень нравится ее канал как как-то короче отвлекаться ну что делать единственное что сегодня я еще паксил выпью а завтра надеюсь уже смогу обходиться без этого точнее после завтра завтра любимые приедет но завтра будет такой сложный день поэтому лучше таблеточки давно не снимала в таком формате то не было время то естественно не до того ну вот сегодня решила поснимать вытаскиваю посуду которая высохла раскладываю и заливаю жидкость для мытья посуды это у меня вообще жидкое мыло для рук она у меня давно стоит она хорошая но у меня маленький расход поэтому решила сюда использовать так в общем мою посуду надо прибраться немножко после завтрака все помыть но так то у меня посуды я не оставляю единственная вот эта кастрюлька я обычно ушастику всегда готовила но сейчас ее надо помыть потому что я поставила думала сразу сварю а тут вот он и заболел так протираю тут вечно кофеварка брызгает но кофеварка лишь крутая я ее обожаю так ну что помыть почистить порезать и натереть буду замораживать потому что мне понравилось сейчас есть кабачки сырыми ну и соответственно пока они 44 с копейками грех не заморозить потому что в том году я сделала заморозку мне хватило в общем-то ну в общем-то под только в июне закончились кабачки потому что я сделала летом заготовки потом уже практически где-то к зиме подъела но зимой мне повезло напасть на крутую акцию там были ценники можно сказать летний поэтому я еще заготовила но сейчас вообще решила не теряться как всегда моя любимая терка декок там любимый мне подсказал как ее склеить ручку там вот клей с фикс прайса в маленьких таких тюбиках там где маленький и большой тюбик вот и сразу посыпать соды вот так что служит мне эта терка снова ну а так бы пришлось покупать новую новая стоит 2 500 но никуда не денешься пришлось бы но хорошо что можно починить и потому что эта терка вообще я считаю лучшая она супер удобная все очень быстро без стертых пальцев как-то так ну и раскладываю по пакетам или сначала хотела вы киевски но туда еще удобно выпечку класть поэтому такие пакеты для завтрака использую тоже удобно вот у меня закончились я их уже много лет покупаю от марки каждый день так это на стол и все дальше хорошие будут такие запасики буду каждый день доставать понемножку размораживать плюс морковка так далее но раньше я и морковку нам с ушастым натирала потом как-то перестала потому что сама стала не только в суп и и употреблять а в свежем виде ну и заодно уже ушастому натираю так что да теперь только себе получается постоянно думаю вроде гулять надо идти понимаю что не надо продолжаю готовить овощи я сейчас буду снимать в обычном формате потому что я наплакалась лицо у меня просто кошмар поэтому я конечно думала я сниму влог формате на ускоренной съемке не получится вот в общем морковь потерла сейчас порежу помидоры и баклажан положу базилик в общем как то так мультиварку уже включила я положила фарш половинку он точно размораживается быстрее но я прям куском положила потом перемешаю просто сейчас и время нет и вообще вот потом протру мультиварку сейчас буду убираться здесь там мы все короче вот планов вообще у меня много на сегодня достала куриную грудку пока я тут буду собираться пока поеду разморозится разморозится я хочу как сказать замариновать чтоб потом любимому шаверму делать он любит я то себе делаю грубо говоря овощи в лаваше а ему вот замариную руки ели от мыла от кабачков но это не страшно просто было не эстетично а так я думаю ну маска для рук получается так что вот такие дела поехали с подружкой в риотов в торговый центр шоколад ну там ей нужно детям что-то купить но и меня пригласила за компанию потому что недавно только села за ну и развеется в связи с этими событиями смотрите какое шикарное небо потолок купол вообще потрясающе какая красота а это коридор в туалете панорамный лифт небо просто восторг люблю такой стиль вот но это реутов поэтому сюда я больше не поеду это мы так не понравился вообще нам торговый центр я уже вернулась домой давно погуляла в общем я сейчас делаю морковь по-корейски но у меня есть терка специальная даже не одна несколько и электрическая такая где можно натереть морковку по-корейски но я делать этого не стала вот я просто ее натерла ну и как сказано добавила специю специи вот такие в общем приправы для корейской моркови ну вообще честно говоря здесь 600 грамм моркови вот пакетик 15 грамм вот вот это вот плюс чайная ложка сахара и полтора полторы столовые ложки уксуса причем так странно написано трехпроцентного я видела уксусную эссенцию я видела в продаже вот у меня 9% уксус трехпроцентного я не видела ну да ладно и замариновала куриную грудку здесь у меня уже бальзамический уксус и петрушку укроп базилик и майоран ну посмотрим это должно настояться при комнатной температуре час а потом туда добавляется подсолнечное масло так прокалить его надо немножко ну посмотрим как будет ну в любом случае ничего плохого не будет точно можно будет эту морковку как раз таки использовать да много для чего можно использовать у меня есть соображения это мой такой поздний ужин творог и кофе и потом воду с капустой там разбираться в общем вот морковка сейчас я ее отправлю в холодильник ну в общем до вечера или там не знаю на сутки не важно уже через два-три часа ее в принципе можно будет есть вот ну я думаю что какую-то часть я оставлю а какую-то просто заморожен ну потому что я явно ее не буду поглощать в больших количествах здесь у меня квашеная капуста но она будет готова через где-то два-три дня при комнатной температуре должна стоять так что будет стоять на кухне что здесь что здесь аромат очень приятный и то и другое делаю впервые ну в общем посмотрим если капуста получится то значит я сделаю еще на зиму потому что капусту я люблю я вообще использовала вот такую приправу для маринования я ее купила в том году в Ашане на распродаже и здесь учитывая что тут кабачки там патиссоны огурцы и все прочее тут надо делать рассол вот а в капусту как бы просто добавляют специи я почитала и поняла что в принципе все это можно сюда же и добавить потому что все то же самое если получится я сделаю еще капусту но не факт что я буду покупать прям приправу ну то есть у меня потому что есть и перец соответственно но только я не знаю есть ли у меня в горошке перец или нет но это его можно купить но по-моему вроде бы лежал где-то и соответственно лаврушки у меня полно и других специй полно тут и гвоздика и все остальное кориандр ну чеснок понятное и так и так кстати здесь даже морковь есть дополнительно дополнительно поэтому в принципе не обязательно именно вот покупать что-то готовое но у меня было хотелось использовать ну и вот это я уже показывала так что посмотрим у меня тут еще капуста лежит одну я абсолютно точно сделаю пироги и вторую может быть что-то отварим попозже что-то тоже просто заморожен ну у меня хоть и в холодильнике морозильные камеры там четыре ящика и вот здесь вот четыре ящика но как бы не знаю все равно же место ограничено поэтому посмотрим пусть пока полежит может быть я ее сейчас надо убрать будет или сейчас или завтра в холодильник чтобы она а то она здесь может подсохнуть а в холодильнике она все-таки сохранит именно такую свою первоначальную сочность и соответственно можно будет заквасить еще но это будет понятно через 2-3 дня ну и в принципе ценник на капусту сейчас хороший поэтому я бы честно говоря если получится сделала бы еще вот тут вот у меня килограмм с небольшим получился соответственно сюда килограмма полтора вместится у меня есть еще я покупала баночки всякие так что вот это я потом переложу на самом деле через несколько дней в другие банки вот а в этой просто можно будет делать ну не знаю по обстоятельствам куриную грудку я мариновала с бальзамическим уксусом привозила его из питера из магазина оливия сейчас он и у нас есть вот а вот это вот у меня просто от качна оставалась капуста и немножко морковки потому что я делала соблюдая там ну по рецепту короче вот поэтому я порезала морковку капусту и сейчас вот это я заморожу а через там несколько дней допустим сделаю типа солянку вот я это все внесла в калькулятор калорий а потом туда добавлю ингредиенты возможно там или фарш или еще что-то ну короче вот так чтоб не пропадало ну а у нас уже без 23 небо конечно очень красивое я еще не сплю к слову мне даже стало интересно будет на меня тарапс действовать или нет ну не знаю выпила я четвертинку прошло уже часа полтора ну я не вижу чтоб он на меня как-то действовал наверное надо лечь но не знаю ладно это видео я буду завершать если оно вам понравилось ставьте лайк подписывайтесь на канал заходите в инстаграм три семерки рыжая три восьмерки благодарю вас за просмотр до скорой встречи пока пока пока